Уже в прошлом году в Бухарской области была оказана практическая помощь почти 60 тысячам женщин, вошедших в социальный реестр. Свыше 26 тысяч представительниц прекрасной половины трудоустроены. Почти 2,5 тысячи получили льготные кредиты для развития своего бизнеса. Тему продолжит следующий материал. В 2023 году в Бухаре были трудоустроены более 68 тысяч безработных женщин и девушек с целью развития женского предпринимательства сушить 10 тысячам представительниц прекрасной половины выделены средства в размере 187,5 миллиарда суммов. Новым профессиям обучились 10 120 человек. Примерно половина этой цифры приходится на внесённую в женскую тетрадь. Сегодня большинство из них находит своё призвание в жизни. Активисты женщин, воспользовавшись созданными главой государства возможностями, изучают проблемы женщин в каждом охале. И работают с ними индивидуально. Помощь гражданам, включённым в женскую тетрадь, улучшает качество жизни и обеспечивает их источником дохода. Сегодня они обращаются для открытия своего бизнеса, получения новых навыков, интересуются сферой IT. И это не может не радовать. В прошлом году в Раминтанском районе были трудоустроены около тысячи женщин. А в 18 безработным предоставлены субсидии для открытия своего бизнеса. Шахноза Сафарова, жительница Махали, Тарнаут, получает хороший доход от своей теплицы. Воспользовавшись господдержкой, за один сезон бизнес-леди планируют реализовать 1 миллион саженцев. В 2023 году меня внесли в женскую тетрадь. Занимаюсь выращиванием саженцев. Для этого мне выделили льготный кредит. В нашей теплице 150 тысяч саженцев. Работают 5 человек. И за такие возможности мы благодарны главе государства. Шерманой Бобоева до недавнего времени работала за границей. После включения в женскую тетрадь с поддержкой государства она организовала производство ковров. В ее планах дальнейшее расширение своего дела. Шерманой Бобоева хочет трудоустроить сотни женщин, обучая профессии девушек в районном филиале Муноцентра. И на этот год поставлены амбициозные планы. Инициативные женщины в настоящее время восстанавливают свое здоровье в санатории Джойзар. Там же наставники обучают их предпринимательству. Это значит, что у них будут необходимые навыки для реализации смелых идей и открытия собственного бизнеса, воспользовавшись соответствующими льготами.